Здравствуйте! Вы смотрите iNews в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты самое интересное из мира высоких технологий. Глава Apple Тим Кук наконец-то озвучил сроки выхода нового девайса компании умных часов Apple Watch. Устройство должно появиться в продаже в апреле этого года. Напомним, анонсированные смарт-часы были еще в сентябре прошлого года вместе с новым поколением iPhone. Apple Watch представляет собой симбиоз продвинутого фитнес-трекера, ассистента смартфона, ну и, конечно же, часов. Всего будет три версии – стандартная, спортивная и роскошная, с обставками из золота. Кроме того, можно будет выбрать диагональ экрана из двух вариантов. По неофициальным данным, Apple заказала поставщикам производство 24 миллионов умных часов на 2015 год, а первая партия, которая выйдет на рынок весной, насчитывает от 3 до 5 миллионов устройств. Минимальная цена за самую простую версию составит 350 долларов, люкс-версия обойдется в несколько тысяч зеленых. Надо сказать, планы у Apple амбициозные, но много ли покупателей станет выкладывать серьезные деньги за, в общем-то, не столь нужное устройство, ведь все функции Apple Watch может выполнять и смартфон. Кроме того, красивые часы от дорогих или же доступных брендов сейчас в большом ассортименте. В России тем временем все школьные учебники заимеют электронную версию. Соответствующее нововведение в порядок формирования федерального перечня учебников внесло Миноборнауки нашей страны. В электронную версию включат все иллюстрации из бумажной. Кроме того, формат книги должен поддерживаться минимум на трех операционных системах, две из них мобильные операционки. Также в электронной версии должны быть функции закладок и заметок и возможность определить в ней номер страницы печатной версии книги. Кроме того, учебники по истории теперь будут проходить научную историко-культурную экспертизу. Специалисты будут проверять соответствие содержания учебников, концепции, разработанной Миноборнауки совместно с Российским историческим обществом. Продолжение учебной темы. В Татарстане продолжается конкурс «Школьный экопатруль». Соревнование для учащихся общеобразовательных учреждений стартовало в сентябре прошлого года. Напомним, суть конкурса заключается в следующем. Школьники снимают на камеру своих девайсов нарушения в сфере экологии, к примеру, несанкционированные свалки, и при помощи специального приложения отправляют свое сообщение в контакт-центр госуслуг Татарстана. За это им начисляются баллы, и участники, набравшие максимальное количество очков, в результате получат ценные призы. В данный момент поступило уже около полутора тысяч обращений от школьников Татарстана. Причем, что интересно, большая часть заявок пришла из набережных челнов. Напомним, приложение «Школьный экопатруль» доступно для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Скачать его можно абсолютно бесплатно. В завершении выпуска о необычном стартап-проекте. Разработчики из Америки представили интересную новинку для меломанов. Они показали светодиодные наушники, которые пульсируют в такт музыки. Провода наушников сделаны из специального световолокна, которые и обеспечат яркую иллюминацию. Девайс будет питаться от собственного аккумулятора, пока его заряда хватает на 8 часов. Однако создатели обещают поработать над этим вопросом. Кроме этого, к новинке прилагается специальный контроллер. Он синхронизируется с наушниками по Bluetooth. Помимо стандартного управления композициями, контроллер может вызвать в смартфоне голосового помощника Google Now, а также сделать снимок по команде. Что интересно, наушники, ко всему прочему, планируется оснастить датчиком сердцебиении. Тогда провода смогут мерцать в такт сердечному ритму, что поможет пользователю, если есть такая необходимость, конечно же, следить за своим пульсом. Создатели, по всей видимости, являются поклонниками операционной системы Android, потому что весь функционал и инструменты для сторонних разработчиков будут доступны только для этой операционной системы. В iOS девелоперам будет открыт только основной функционал. Изначально гарнитура будет доступна в красном, синим и зеленом цвете. К сожалению, режим переключения цвета пока еще не реализован. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова